Самуил В то время был Илий, но он был уже стар. У священника было два сына, Офни и Финиес. Но оба они не молились Богу и очень огорчали своим поведением отца. Однажды Илий, сидя у входа в храм, увидел, как в храм вошла молодая женщина. Войдя, она встала на колени и начала молиться. Ее губы шевелились, но Илий не слышал слов ее молитвы. Молитву слышал только Бог. Женщину звали Анной. Она была женой человека по имени Елкана. У Елкана было две жены. Вторую его жену звали Финанной. У Финанны были сыновья, и она постоянно насмехалась над Анной, у которой не было детей. Ежегодно Елкана приходил со своими женами в селом, чтобы принести жертву Господу. В этом году он тоже пришел. Каждый раз в селоме Елкана дарил своим женам много красивых вещей, и каждый раз Анна получала больше подарков, чем Финанна, так как Анна была любимой женой Елканы. Но все равно Анна грустила. Больше всего на свете она хотела сына. Поэтому, когда все ушли из храма, Анна вернулась, чтобы одной помолиться Господу. «Господи», — молила Анна, — «дай мне сына, а я отдам его тебе на все дни его жизни». Несчастная женщина молила Бога о сыне и обещала отдать сына, если он родится, на службу в храм, чтобы мальчик стал слугой Господа. Иллий, священник храма, никак не мог понять, почему женщина так долго не встает с колен. Он решил, что она пришла в храм пьяный и теперь никак не может подняться с земли. Поэтому, подойдя к Анне, Иллий стал ругать ее. Анна рассказала ему, что она пришла помолиться и попросить Бога о сыне. Тронутый словами Анны, Иллий сказал, «Иди с миром домой. Бог Израиля исполнит твою просьбу». Очень обрадовалась Анна, услышав эти слова. Через год, как всегда, Елкана привел всю семью помолиться Богу. Но Анны на этот раз не было с ним. Она осталась дома нянчить только что родившегося сына. Прошло несколько лет, мальчик подрос, и Анна привела сына в храм. Мальчика звали Самуил. Помнишь, я та самая женщина, которая несколько лет назад просила Бога о сыне, сказала Анна старому Иллию. Бог услышал меня. Я родила сына, и теперь я привела его в храм, чтобы он стал слугой Господа. И маленький Самуил вошел в храм. Теперь он во всем помогал старому Иллию и другим священникам. Самуил очень любил Бога и верно служил ему. Оба же сына Илли, священники Офни и Финиес, вели себя плохо и много грешили. Иллий часто пытался направить сыновей на путь истины, но сыновья не слушали его. Бог видел все это, и его очень огорчало поведение Офни и Финиеса. Но больше всего сердился Бог на то, что старый Иллий не может справиться со своими сыновьями. И Бог решил наказать Иллия и его сыновей. Однажды вечером, когда старый Иллий уже лег в кровать, Самуил услышал голос Бога. «Самуил! Самуил!» Мальчик подумал, что Иллий зовет его, и побежал к нему. «Я пришел, ты звал меня?» – спросил мальчик. «Нет, я не звал тебя», – ответил Иллий. «Иди и ложись спать». Но как только мальчик лег в кровать, он опять услышал голос. «Самуил! Самуил!» Мальчик опять побежал к Иллию и опять спросил, «Ты звал меня?» «Нет», – ответил Иллий, – «Иди ложись». Мальчик лег, но опять услышал зовущий его голос. Самуил не знал голос Бога, и поэтому опять решил, что его зовет Иллий. Когда в третий раз Самуил прибежал к Иллию, старик понял, что это Господь зовет мальчика и сказал, «Иди ложись, а когда Бог снова позовет тебя, скажи, говори, Господи, ибо слышит тебя раб твой». Теперь Бог начал разговор с Самуилом. Он рассказал мальчику, что накажет Иллия и его сыновей за все их грехи. Наутро Самуилу очень не хотелось рассказывать Иллию о словах Бога, но он сам спросил мальчика, «Самуил, о чем говорил Бог с тобой ночью?» И мальчик рассказал Иллию о том, что Бог решил покарать его и его сыновей. Иллий ответил, «Он Господь, что Ему угодно, пусть то Он и делает». Иллий знал, что он и его сыновья заслужили наказание. Через несколько лет Иллий и его сыновья умерли. Самуил вырос, стал взрослым мужчиной, женился, и у него родились дети. Теперь он уже больше не был служителем храма. Бог дал ему новое задание. Самуил стал пророком. Теперь все, что Бог хотел сказать Своему народу, Он говорил Самуилу, а тот передавал слова Божьи народу. Израильтяне слушали Самуила, они знали, что он слуга Господа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok